Теперь рассчитаем зависимость напряженности поля не снаружи, а внутри заряженного шара. Схема расчета будет примерно та же самая. Шар радиусом R, большой, заряжен плотностью, которая зависит от расстояния до центра шара. Чтобы найти напряженность внутри шара, выбираем точку, лежащую на расстоянии R. Проводим сферу, поскольку задача у нас центральная симметричная. И записываем теорему Гауссом для потока вектора напряженности поля через поверхность этой сферы S. Это у нас будет равно единице на ε с нуликом суммарный заряд ρ умножить на dV, находящийся внутри этой сферы. То есть объем V ограничен сферой S. Вот он объем. По аналогии с первым считается очень легко. Левый интеграл, левую часть Рема Гауса будет равна е умножить на 4πr в квадрате. r маленького у нас уже другой смысл имеет. А справа будет стоять единица на ε с нуликом. Интеграл точно такой же, как мы раньше описали. 4π, тут мы напишем A в квадрате умножить на dA умножить на ρ, которое равно α умножить на A. Расстояние R внутри шара мы обозначаем буквой A. И интеграл будем брать от нуля до R малого. То есть будем считать не все заряды, которые находятся за пределами нашей сферы, а только те, которые внутри оказались. Интеграл от нуля до R. R и R это одно и то же. А здесь мы расстояние до центра обозначили буквой A. α умножить на A. Это dA. А это α умножить на A. То, что было раньше у нас равно ρ. Ну и, очевидно, у нас 4π сокращается. Здесь у нас будет A. Мы возьмем E умножить на r квадрат. Волит равно единице на ε с нуликом. α вынесем. И останется у нас A в кубе на dA. A в четвертой делить на 4. От нуля до R. Если мы подставим верхний предел интегрирования, получится αR в четвертой на 4 ε с нуликом. Отсюда E будет равно α на 4 ε с нуликом умножить на r в квадрате. Видно, что это у нас квадратичная парабола. То есть график в зависимости напряженности от расстояния внутри будет определяться такой параболой. Причем достигнет напряженность значения максимального на краю шара при r малом равном r большому αR в квадрате делить на 4 ε с нуликом. Сравним с тем, что у нас было в предыдущем расчете, когда мы считали поле снаружи. Там у нас получалось αR в квадрате делить на 4 ε и здесь α. То есть графики у нас сойдутся в одной точке. Напряженность поля будет непрерывна на поверхности этой сферы. Это мы посчитали напряженность поля внутри и снаружи. Здесь у нас напряженность получилась определяется формулой α на 4 ε с нуликом r в квадрате. То есть возрастает. А здесь у нас напряженность получилась определяется по формуле αR в четвертой на 4 ε с нуликом единица на r малой в квадрате ε равно И теперь будем считать потенциал в следующей части задачи.